привет 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 ты представляешь вот и там находишься в другом месте совершенно а я вот как раз здесь вот нахожусь и а я как раз собирался сейчас знаешь какое видео записать интересно мне вот приснилось что вдруг вдруг случилось невероятное и президент россии путин ко мне обратился и говорит слушай вот ты создал метод ключ который помогает многим людям это во сне я вижу во сне давай-ка я говорит распространю этот метод по всему миру чтобы снизились кризисы войны чтобы у нас в россии чтобы процветание пошло чтобы снизилась потребность у людей в лекарствах чтобы снизилась конфликтность агрессия чтобы у людей появилось чувство завтрашнего дня появился хороший образ будущего это у меня во сне говорит и спрашивает ты готов поделиться с людьми своим методом ключи я говорю мало того что готов я как раз таки мечтаю об этом я же это давно создал еще в центре подготовки космонавтов для того чтобы космонавт мог моделировать состояние невесомости в земных условиях преодолевать стресс и перегрузки и быстрее восстанавливаться конечно я хочу поэтому у меня школа и человек будущего это окно в будущее чтобы любой человек мог туда заходить и получать приемы уникальные это уникальный контент приемы во первых для того чтобы снять стресс быстро восстановиться выходить из стрессового трагедийного состояния 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 творчества состояния созидания потому что главное же у человека он же по природе устроен как творец но его заслоняет стресс потому что там включается у него инстинкты самосохранения и он тогда ничего не видит не слышит и он легко ведется у него такая толповая психология кто-то увереннее побежал вперед и он за ним кто-то говорит каким-то уверенным тоном а у человека в этот момент нет времени чтобы понять о чем он говорит и он подражает это толповая психология а я хочу чтобы человек был самим собой раскрывал свои творческие качества был созидателем а у нас стране к сожалению утечка мозгов происходит люди уезжают туда где творец человеке более защищен а я знаю не только чтобы мы этот метод ключ распространили а чтобы мы еще и такую идею национальную могли бы на основе структуры метода ключ всем подарить и тогда наша страна наша россия могла быть процветающей потому что тогда бы и запад и восток повернулись лицом к россии россия которая занимает уникальное место между западом и востоком могла бы их синхронизировать через себя и наконец выполнила бы россия свою историческую миссию быть творческим посредником между западом и востоком о котором говорили рерихи и федоров и много много об этом больших философов говорили что россия занимает и интересное место между западом и востоком потому что раньше киплин говорил западе запад востоке из восток и им никогда не сойтись потому что это две разные ментальности две разные культуры на востоке например ментальность там свобода внутренние это идеалы духовные все религии пошли из востока потому что там спрессованные тысячелетия на востоке а на западе культура внешних ценностей материальных ценностей потому что эта свобода внешняя. Потому что, когда человек, например, говорит, хочу быть счастливым, что он под этим подразумевает? А когда человек целостен, а метод ключ для целостности человека, а вот эта новая идея моя, она для целостности человечества. И тогда бы человечество через Россию могло бы согласоваться. Вот интернет, например, его бурное развитие, как раз одной свидетельств тому, что человечество стремится к целостности. А он меня во сне спрашивает, Путин спрашивает во сне, а как это согласовать, Запад и Восток? А я говорю, а вот так вот, например. Много же форумов проводится, и мы видим в интернете, и по телевидению, много форумов разных. Но они все и носят какой-то либо экономический характер, либо там какой-то политологический, либо бизнес там, или еще что-то такое. А я предлагаю, как в фантастическом рассказе, собрать выдающихся людей, которых любят в своих странах, в своих городах, в своих поселках, один раз в год хотя бы, международную такую вот конференцию регулярную, чтобы вот эти любимцы народные своих стран, художники, писатели, спортсмены, это может быть режиссеры, актеры, то есть философы, социологи, только не политики, только не политики, только не экономисты. Надоело уже слушать об этом капитализм, социализм, и постоянно наши журналисты и политологи только занимаются критикой то одного, то другого, а я имею в виду, что вот эта конференция международная, ежегодная, она могла бы создавать генерацию новых идей образа будущего для всего человечества, потому что генерировали бы эти идеи люди, которые на самом деле за их плечами уже что-то стоит сделанное, за что их любят. А я бы им дал еще и метод-ключ для того, чтобы они на этой конференции устраивали мозговой творческий штурм и генерировали образ будущего для всей планеты, чтобы сохранить разум на земле, чтобы не было мира, не было мира покореженного, чтобы не было травмированного, чтобы не было война, чтобы был мир на земле, потому что мир нуждается в сохранении разума на планете. Так как строить больше мир на земле? Да вот, я бы этот секрет раскрыл, как это сделать. Я бы раскрыл, я знаю этот секрет, но, к сожалению, это было во сне. К сожалению, это было во сне, потому что там бы я сказал, те несколько важнейших шагов, которые нужно сделать, чтобы достичь этой цели, потому что на самом деле сейчас вся планета находится в точке бифуркации, в точке возможного перелома, либо туда, либо сюда, и вот этот качественный перелом с возникновением новой парадигмы образа будущего, который нужен всем и каждому, в любой стране, где согласованы как раз-таки материальные и духовные ценности. Это гармония, да? Но это не утопия, это не утопия, потому что мир устроен, как устроен мозг человека, как две половины мозга, две половины мозга как раз-таки и те самые мета-прародители Запада и Востока. А я психофизиолог, а не политик. Я врач, я психолог, я психофизиолог, я художник, я писатель. Междисциплинарный такой, и поэтому я могу так весь мир этой идеей такой объединить, и все бы так это самое заинтересовались этим форумом, потому что, во-первых, там популярные, любимые люди всего человечества, которых знают в своих странах, как я сказал, в своих городах. они бы обсуждали глобальные проблемы человечества, как сократить войны и прочее, прочее, прочее. Я бы дал объяснение некоторым моментам и объяснил бы, как работают две половины мозга в момент, когда человек принимает решение, и когда он восстанавливается, и когда он выходит из стресса, в состояние созидания. и по этой схеме можно было бы, я знаю эти несколько шагов, довольно-таки простых, которые нужно сделать, и я бы этот секрет раскрыл, раскрыл, да, и на самом деле это была бы национальная идея России, ну, например, потому что, ну, Китай бы мог, например, тоже свою идею раскрыть там, или что, другая страна могла бы раскрыть свою идею, но генетически, исторически, только Россия находится между Западом и Востоком, а я как раз-таки генетически родился между Западом и Востоком, я родился в России, я родился на Кавказе, там, где Великий Кавказский хребет проходит, я как раз родился в Дагестане, Дагестан, страна гор, как раз-таки там, как раз-таки в самой точке между Западом и Востоком, и я как раз-таки и создал мне этот ключ, а теперь и национальную идею для России, а идея давно нужна, потому что люди не могут жить без мечтаний о завтрашнем дне, без образа будущего, это все у меня есть, это я все во сне, во сне, во сне, да, а наяву, наяву, на самом деле, я бы этим поделился, какие шаги нужно сделать очень быстро, чтобы они дали такие хорошие результаты, чтобы уже в следующем году, в следующем году, уже и Запад, и Восток начал поворачиваться в направлении к России, внимание, потому что только Россия может дать эту идею. ну, как тебе? Класс, а как бы Владимир Владимирович или кто-нибудь, кому интересно узнать, как раз ваши секреты, мог бы с вами связаться? Да пусть выходит на мой Ютуб или на нашу школу выходит человек будущего Homo Futurus в Фейсбуке, ВКонтакте, пожалуйста, пусть выходит или просто позвонит мне по телефону, у меня же телефон простой, там найдут меня, когда захотят, найдут, потому что именно моя первая книга в СССР ключ к себе была еще в 90-м году массовым тиражом, потому что именно я был первый человек, который обучал психологов МЧС, психологов Минобороны, да, я обучал, да я даже в Щукинском училище обучал актеров, несколько курсов проводил, будущих актеров, ну, меня знают, я же готовил, спортсменов и на Олимпийские игры в Китае, я же Марс 500 испытателей готовил, найдут меня, не вопрос, самое главное, кому эта идея первому попадет в руки, но самое интересное, самое интересное и самое важное, если это не в те руки попадет, и ей начнут манипулировать, потому что она до такой степени там, внутри, когда я ее раскрою, до такой степени она настолько свежая, никогда она не была еще высказана в мире никем, ни в какой стране, никаким ни политикам, ни социологам, никем, потому что они не знали главного момента, как общаются между собой две половины мозга на разных стадиях развития, в творчестве, восстановлении, при фокусированном внимании, при расслаблении, и как войти в поток, вот я рисую, видишь, у меня незаконченная еще картина, она как раз олицетворяет вот то, о чем я говорю, видишь, якорь какой, да, и рыбки, 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 а это вот кораблик такой несется, еще незаконченная, а это радар, 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 вот когда она будет закончена, я думаю, я ее скоро закончу, я тебе покажу в следующий раз, да, ну мне, конечно, Путин не позвонит, но что делать, по крайней мере, хоть какой-то журналист, очень умный, понятливый, а сегодня как раз Россия в точке бифуркации, сейчас мир в точке бифуркации, никто не знает вообще, что завтра делать, никто не знает, а я знаю, а я знаю, потому что я автор метода круче, я знаю, что надо делать, да, и самое главное, что я не экономист, не политик, никто, а я междисциплинарник, который занимается проблемами порядок, хаос, порядок, хаос, проблемами синергетики, да, проблемами общения, а самое главное, я хочу сказать, что самая главная проблема у нас на земле, среди людей, это проблема взаимопонимания, взаимопонимания, да, и как раз таки моя национальная идея заключается в том, чтобы у людей появилось понимание ментальности, культур Запада и Востока, чтобы не было агрессии, а наша страна развивалась, кстати говоря, тогда бы и Запад и Восток, все страны помогали бы России быстро подниматься, быстро подниматься, я в этом уверен, эта идея нужна всем и каждому, это снизит и конфликты, и войны, и агрессию, и даст людям уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне, потому что без уверенности в завтрашнем дне невозможно жить, правильно, потому что когда нет уверенности в завтрашнем дне, что происходит? Человек все время в стрессе, он мобилизован, как солдат на фронте, готовый ко всему и быстро истощается. Поэтому он болеет, жизнь у него сокращается. А мы могли бы удлинить жизнь человека и не просто физическую, а творческую. Потому что когда просто человек физически долго живет, не принося ни себе, никому пользы, он никому и не нужен. Поэтому мы могли бы сделать так, чтобы каждый из нас легче находил свое место под солнцем. Я знаю, как это сделать. Какой у тебя еще вопрос? Как тебя можно с тобой связать через скайп? Ну господи, у меня на ютубе, это Хасай Алиев, метод ключа, ютуб, да? Там под описанием видео есть все мои ссылки, ну эти координаты. И там есть скайп тоже, и почта моя есть, и скайп тоже есть. А вот я вот тебе это все рассказываю одновременно и записываю с надеждой, с надеждой, что наконец сегодня мир просыпается, потому что он перед этим, условно говоря, апокалипсусом, да? Он просыпается, потому что он нуждается в мире на планете, чтобы человек сохранился, а не вымерли так, как вымерли мамонты. Да, потому что мы сейчас на краю, на самом деле, вот. И люди от этого устают, постоянно между собой спорят, потому что и капитализм, и социализм, нужна новая совершенно, ну это я потом скажу конкретно, да. Если ты доволен моим рассказом, давай поставь, пожалуйста, на ютуб, переведи на английский язык, сделай там, пожалуйста, титры. Пусть все смотрят, пусть все смотрят, есть такое, есть такое. Кстати говоря, я однажды написал в одной из своих книг, а в моей книге есть и на французском, и на английском изданные, и на русском у меня много книг. И в одной из книг я писал, что я родился в Дагестане, моего дедушку звали Ибрагим, маму Патимат, Жену Татьяна, детей Оленом и Шейлой, я назвал сам Оленом и Шейлой, да, внученьку зовут Грета, теперь у меня правнук Максим. Я вот где-то писал, что и хочу я через это созвездие имен, через это созвездие имен посвятить свою работу всему человечеству. Потому что в Дагестане было много-много национальностей, много-много национальностей коренных, и это то место, то место, где я родился, где ко всем национальностям относятся по-человечески. И поэтому это очень важно, то, что я говорю. Самое главное, что я хочу сказать в заключении, самая важная миссия человека – это быть человеком, это быть человеком. А чтобы быть человеком на самом деле, надо быть самим собой. А чтобы быть самим собой, надо дать возможность реализации своим талантам, своим способностям, потому что это природа заложила в человеке, в каждом. Если он не реализует свои способности, он разрушается. И поэтому быть человеком и быть счастливым возможно только через реализацию способностей. А это можно дать через мою вот эту идею, которую я хочу всем людям открыть. Вот так вот. Прекрасно. Спасибо, Хасай, за разговор. Давай, до встречи, до встречи. Давай сразу поставим, потому что ты сделай по-английски все эти титры. Потому что сейчас вот эта потенциальная готовность людей услышать, о чем я говорю, услышать. И какие шаги надо сделать конкретные. Я потом открою. Я тебе уверяю, вот такой большой результат ожидаемый может быть достигнут такими простыми действиями, которые я раскрою, когда действительно я почувствую, что Путин ли, другой ли человек, или кто угодно, на самом деле сегодня уже проявляется, что заинтересован это услышать. Потому что люди так устроены по психологии. Если им дать какую-то задачу и подкидывать ответ, то пока он сам не дошел до решения, он от него отмахивается. Он его не слышит. Это закон психологического восприятия. По мере того, как человек созревает к ответу, он начинает внимательно прислушиваться. А когда совсем созрел, ему и муравей учителем может быть. Это закон психологический, я знаю. Поэтому сейчас мы это выставим. И я уверен, что во многих странах, а тем более у нас в России, очень много людей, уже почти дозревших. Потому что время настало. Время настало для новой идеи, которая никогда еще не была озвучена. Нигде, никогда, нигде. И поэтому и не была никогда и поруганной. И она никого не ругает, а только соединяет. Согласовывает и создается эффект синергетики. И будет новый, новый совершенно контент. Уникальный контент. Образа будущего. Нужный всем и каждому. Давай. До встречи. Спасибо. Тебе спасибо. Подождите Хасай. Так вы можете остановить запись там? И мы дальше можем поговорить. Давай, я могу здесь остановить. Ну так мы прощаемся здесь в камере уже. Да, конечно. Да, да. Пока. Так, хотелось бы мне из этого сна проснуться и сказать вам, друзья, что на самом деле, если вдруг произойдет такое невероятное, что мне приснилось, невероятное, это не утопия. Потому что на самом деле все великие дела из утопизма происходят. Потому что шаблоны и стереотипные дела ничего нового не дают. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Перкачallows. Субтитры сделал DimaTorzok. Д audiobook boys and DimaTorzok. Подписывайтесь.